доброго времени суток всем зрителям этого видео сегодня на моем канале обзор автомобиля lada granta cross в максимальной комплектации и не просто обзор обзор от первого владельца и и я получил этот автомобиль по предзаказу еще как до старта продаж соответственно можно сказать что я один из первых кто его уже опробовал и сегодня я вам буду рассказывать честно и объективно про все плюсы а также минусы к этого автомобиля поскольку я не являюсь автоблогером мне не нужно лизать задницу не брендом не авто салоном чтобы мне выдали еще раз автомобиль на тест-драйв поэтому я могу рассказывать прямо вот честно про все 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 нюансы машины вот как чукча из анекдота что вижу то и пою соответственно лесных обзоров уже полно на ю тубе от автоблогеров вы их можете посмотреть ну а кто хочет видеть всю правду об автомобиле добро пожаловать в это видео также я хочу сказать что на моем канале будет отдельный плейлист именно посвященные ваде гранте который я буду вести в течение ее жизни соответственно здесь все будет по косякам что случилось что было как она себя ведет все моменты пта все 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 буду складывать туда поэтому кому интересно можете следить вместе со мной за жизнью этого авто по традиции все свои обзоры я начинаю всегда с плохих сторон соответственно я бы хотел бы начать свою видео обзор этого автомобиля именно с минусов и косяков этого автомобиля и собственно предлагаю с этого и начать поехали обзирать итак начнем мы обзор вот с этого места это место для расположения домкратов то есть видно что вот здесь вот есть пластиковая защита здесь ее нет и вот сейчас попытаюсь вам показать получше вот здесь вот видно что грязь уже налетела да то есть реально вот это место она будет пескоструиться соответственно что нужно сделать в первую очередь несмотря на крутой пластиковый обзор кросса это естественно задуть пороги каким-то антигравием и тут меня поджидал реально серьезный косяк окраски то есть когда я купил баллон антигравия собственно отмыл порог и попытался его покрыть я увидел что слой краски на пороге имеет трещину я вот сейчас видео приложу пару фоток на которых будет видно что же произошло с моим порогом соответственно я это место уже закрасил сразу же опять же покрыл антигравием и всем всем кто будет покупать этот автомобиль я настоятельно рекомендую прямо с салона заливать это место антигравием иначе там могут быть проблемы но вот к слову сказать пробег автомобиля всего лишь 500 километров осмелюсь предположить что поднимался он на подъемниках всего лишь наверное раза два или три ну там наверное дилер его поднимал при предпродажке ну и конечно же в шиномонтажке его тоже поднимали и вот после такого малого количества подъемов на подъемнике у меня уже получается что отлетела краска я думаю что года через три там должны начаться проблемы если вы за этим местом следить не будете следующий косяк этого автомобиля тоже связан с этим офигенным пластиковым обвесом а именно вот с этим обвесом переднего крыла значит как он крепится крылу вот это вот пластиковая накладка она приклеена на двухсторонний скотч но вот здесь вот он значит идет 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 и вот тут вот он кончается и получается что вот эта часть сейчас я еще раз фокусировку подправлю вот так будет лучше она топорщится вот видите я уже здесь замазал герметиком то есть вот здесь вот получается она отходит и есть такая довольно таки огромная щель в которую естественно будет лететь весь песок вся вот эта хрень от впереди идущих машин и конечно же она там будет застревать и натирать и это потенциальное место для перекраса крыла я думаю что год-два может три там уже должна пойти ржавчина и причем этот этот косяк он касается не только этого крыла но и правого тоже то есть вот здесь вот тут можно видеть что точно так же я замазал все это дело герметиком потому что опять таки вот он шел шел скотч здесь почему-то он кончился не знаю почему почему вот нельзя было продлить до конца или его что там воруют на производственной линии автоваза домой уносят не понимаю вот здесь он заканчивается и естественно вот эта штука она как бы плотно уже здесь не прилегает и конечно же тут тоже будет потенциальное место для так сказать проблем с крылом также здесь вот сейчас попробую продемонстрировать не знаю смогу ли я показать а вот хорошо видно значит вот видите да то есть часть крыла защищается снизу от песка струя а часть открыта то есть вот это вот металл крыла здесь естественно тоже нужно все промазывать антигравием потому что иначе здесь вот будет все песко струется и оббиваться также не могу обойти стороной косяк с дверьми автомобиля в чем же он собственно заключается вот смотрите вот берем переднюю дверь да открываем все красиво смотрите закрываю просто слегка толкаю поп закрылась видите прям как на иномарке все доводчик работает все красиво еще раз демонстрирую вот чуть-чуть толкаем пальцем оп закрылась прекрасно шикарно красиво супер прям пожать руку готов сборщиком но переходим к задней двери что же здесь открывается она легко пытаемся закрыть также ничего не происходит давайте еще раз все равно не закрылась вот смотрите она хоть и чуть хлопнула но вот я сюда палец спокойно просовываю видите и соответственно сейчас индикация будет показывать что дверь не закрыта на приборке как же закрытие а закрытие надо хлопнув дверью то есть как на старых жигулях вот давайте перейдем к правой стороне автомобиля и увидим ровно то же самое смотрите передняя дверь открыли все четко все красиво вот так вот закрываю давайте покажу что я одним пальцем это делаю чуть толкнули все она закрылась еще раз об шикарно просто красавица и теперь задние тоже открываю слегка толкаю нет вот мой палец опять видно щель еще раз пробуем еще раз слегка толкаем и ничего на и опять нужно вот так вот со всей силы закрывать непонятная вообще история почему это так почему вот кстати так я и не закрыл вот почему это так то есть такое ощущение что половину машины делали нормальные люди а половину какие-то косорукие дегенераты или что или половину делали потом бросили не доделали как это можно объяснить вот ну почему это так в наших автомобилях почему мы не можем никогда составить нормальную конкуренцию иномарок ведь иномаркам ведь в этих вот мелочах как раз таки и кроется ощущение от автомобиля когда передние двери открываются шикарно ты просто кайфуешь но задние то почему сделаны так черт побери какая-то жесть прям нереальная ну и вот сразу коли уж мы перешли к дверям давайте еще косячок который мне бросился в глаза буквально недавно покажу вам вот торпеда до передняя панель и посмотрите вот здесь вот практически щели нет и вот тут вот она получается идет то есть она как бы отходит я не знаю клипса там сломана или что я сейчас прижму да вот вот так вот она по идее должна быть но она у меня в общем торчит в принципе косяк мелочный фигня все это но обидно обидно почему не сделать хорошо вот не понимаю а теперь перейдем к минусам этого автомобиля которые меня просто бесят и из-за которых честно говоря мне просто обидно за наш автопром и начнем мы пожалуй с задних колес а именно с задних тормозов вот на дворе 2019 год даже его середина и что же мы видим а мы видим опять эти долбаные барабанные тормоза смотрите вот они почему нельзя дисковые тормоза сюда поставить я вот уже узнавал в принципе даже на дилере за 25 тысяч рублей можно поставить уже готовый кит с дисками доколе мы будем видеть эту шляпу здесь я просто не понимаю у них что там какой-то стратегический завод с советских времен на которых эти барабаны валяются и их некуда девать или что почему нельзя поставить сюда нормальные тормоза причем вот ну я люблю активно ездить у меня задние тормоза тоже довольно таки быстро кончаются и слову сказать вот ну заводские тормоза не работают нормально тихо все но как только ты начинаешь их менять сколько я не перебирал на своей бывшей приори этого они всегда скрипят свистят берешь какие-то псевдо японские еще что-то это говно все время выносит мозг какими-то постоянными шумами просто бесит реально ну плюс еще конечно кто опытный те знают что при минусовых температурах лучше стояночным тормозом не пользоваться потому что вы рискуете просто не поехать в какой-то прекрасный момент потому что у вас просто-напросто прихватит колодки и все не знаю не знаю почему так реально бесит реально напрягает вот ну то ли маркетологи ограничивают это все не понимаю вот реально злит просто злит едем дальше у меня автомобиль в максимальной комплектации то есть лучше уже нету и открыв капот я увидел довольно таки странные вещи ну во первых кто-то украл вот эту крышку двигателя то есть ее реально не было я ее покупал за свой счет кто-то может сказать что это мелочи я считаю что нет потому что во первых она защищает от грязи двигатель то есть все попадает сюда ну вот уже видно немножко пыли я не знаю пробег машины всего лишь 500 километров и уже здесь пыль копится ну и плюс ко всему я как любитель помыть моторный отсек двигателя с мойки высокого давления делаю я это два раза в год всегда я считаю что должна быть эта крышка потому что она защищает просто катушки зажигания и свечные колодцы от воды далее второй момент который меня просто вымораживает вот у меня уже сейчас стоят газовые упоры да напомню максимальная комплектация в максимальной комплектации ты получаешь эту ебаную мать ее кочергу вот реально я согласен абсолютно с маратом сосата channel вот этой кочергой надо пиздить тех маркетологов которые ее суда ставят потому что в максимальной комплектации этого быть не должно вот лично я доплатил и поставил потому что ну нереально этой шляпой пользоваться особенно в слякоть в грязь и опять же может быть в комплектациях попроще в нормах там это и возможно но никак не в люксовых вспоминаем все вас 2110 да где были эти газовые упоры и потом какой-то мудак пришел на автоваз и на приорах это уже исчезло на своей бывшей приоре я точно так же эту штуку ставил но почему это так в 2019 году я опять не понимаю копеечная реальная вещь эти амортизаторы они даже блин у дилера стоят копейки почему их нельзя поставить я просто не понимаю следующий момент на который бы хотелось обратить внимание потенциальных покупателей это то что здесь отсутствовал подлокотник то есть ну вот опять же максимальная комплектация подлокотника нет почему так вот я докупил естественно это все докупается ставится но блин я считаю что в люксах это должно быть с завода далее что меня поразило еще центральная консоль да здесь есть такой типа псевдоклимат и вот когда ты заходишь на сайт автоваза там красуется офигенная презентация где говорится что точность нашего климата 2 градуса и у меня возникает вопрос почему здесь нет долбаной градуировки в градусах то есть как бы как я должен понять какую температуру я здесь выставил вот что это за значение а вот это что я не понимаю то есть допустим у меня у мамы в мазде да у нее все все соответствует то есть здесь вот есть градуировка ты ставишь там 22 23 все и оно работает в авторежиме почему здесь этого нет я не понимаю зачем тогда вот эти все понты про то что у нас там точность 2 градуса бла 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 если это не имеет никакого смысла потому что ну просто вот 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 хер знает вот вот какая сейчас температура одному богу только известно я этого понять не могу вот еще одну наверное последнюю придирку я бы оставил на приборку она действительно красивая прикольная шикарная очень информативная но что мне здесь не понравилось вот в моей машине есть круиз-контроль который кстати говоря работает офигенно и вот получается здесь у нас в колодце вот этом вот информационном есть вот время пробег там общий или суточный и соответственно всякого рода полезная информация как-то средний расход мгновенный расход в общем температуры и прочее 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 вещи то есть реально самая информативная шкала или как это окошко да но вот это и вот когда ты переключаешь машину в режим круиза соответственно строки круиза они появляются вот здесь убирая эту интересную шкалу ну как по мне я бы лучше бы убирал допустим пробег или время а здесь бы например наблюдал бы как я экономлю топлива на круизе было бы очень очень интересно и прикольно но тем не менее почему-то решили сделать вот так опять же минус может быть решится будущими прошивками не знаю ну а после того как я поговорил об аминусах автомобиля лады грант и кросс за 500 километров пробега которые я успел выявить хочется поговорить о плюсах этого автомобиля почему же все таки я его выбрал чем он так хорош за свою цену именно в этом классе автомобилей ну и начну я конечно же про огромный дорожный просвет он просто шикарный никаких поребриков ничего можно в принципе не замечать паркуюсь я всегда колесами в поребрик и не заморачиваясь то есть в принципе поездка куда-то в лес за город ну конечно же в разумных пределах потому что здесь нет полного привода она вполне возможно то есть шикарные шикарные возможности в плане поездок по скажем так умеренному внедорожье бездорожьем конечно нельзя назвать потому что сразу же засядете передний привод без блокировок без всего было бы круто конечно увидеть здесь lada drive select но и вот тут нет к сожалению как и полного привода также не могу не отметить прекраснейшую подвеску то есть вот у меня если кто-то успел заметить не стоковая резина стоит то есть я уже продал нахрен эти отстойные 15 дюймовые колеса я считаю что им здесь не место и стоит у меня 14 радиус 185 на шестьдесят пятом профиле шикарно идет машина то есть в принципе я нигде никогда сейчас уже не притормаживаю рельсы ямы выбоины все это сгладывается на ура больше того скажу вот у меня в семье у отца есть toyota camry плавность хода она такая же в принципе как на toyota camry с той лишь разницей что на toyota camry ты всегда трясешься боишься там r-17 можно погнуть диски еще что-то на гранте тебе просто насрать ты тупо давишь педаль в пол не на не видя никаких препятствий то есть неважно что там грунтовка гребенка разбитый асфальт ты просто едешь и наслаждаешься мягкой поездкой да конечно рулежка никакая до управляемость плохая но черт возьми это же не бмв а в этом классе машин говорить про управляемость честно говоря довольно таки смешно вот когда люди говорят моя бмв управляется это да а когда кто-то говорит блин домой не знаю киа рио управляется офигенно по мне так это бред вот самый нормальный размер и шикарнейшая подвеска именно для наших убогих дорог может быть мы когда нибудь и доживем до автобанов как германии но пока что у нас ну сами знаете что происходит особенно весной с нашими дорогами это просто ужас такое впечатление что их кто-то бомбил также не могу не ответить прекрасный двигатель автоваза здесь у нас уже 21 127 по моему у него индекс хотя могу путаться но суть не в этом это все тот же старый двигатель берущий свое начало с копеек и у меня вот до нее было lada priora со 126 двигателем прекрасно отъездила 7 лет я на ней откатал никаких проблем не знал ездил я на нем в обычном режиме в городе в принципе не экономя там на кондиционере ну естественно большие пробки живу я в санкт-петербурге на трассе я на нем ездил в режиме обгона это третья педаль в пол всегда он у меня залетал в отсечку местами я шел где позволяла трасса 160 километров в час и в ретаком режиме предыдущая ревизия этого двигателя позволяла мне ездить с расходом порядка 8 литров на 100 километров что я считаю просто прекрасно для атмосферного двигателя здесь же свежее поколение 127 уже 106 лошадей очень надежный двигатель если вы будете своевременно менять масло но конечно же не по этому ублюдочному интервала в 15000 я считаю что это дичь я всегда меняю всем с половиной и после этого он никаких проблем у меня не доставлял также здесь чугунный блок что тоже классно ведь уже даже рено господи забыл как его рено 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 логан уже зашкварился со своим двигателем у них уже стали ставить алюминиевые одноразовые блоки кому интересно канал кей пауэр тюнинг там все это разбирается про корейцев я вообще молчу движки там и сотни тысяч до капиталок у некоторых не выезжают опять же на ютубе есть все видео а здесь вполне надежный двигатель который в принципе если его целенаправленно не убивать будет ходить ходить и еще раз ходить также ходят слухи что здесь как будто бы бесстыковые поршня это значит что если порвется ремень грм клапана не встретиться с поршнями то есть это очень здорово я этому очень рад хотя проверять честно сказать не хочу я все свои двигатели всегда обслужил вовремя менял вообще все включая помпу охлаждающий жидкость и все 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 никогда не экономил на этих странных копейках и никогда у меня не было проблем с порвавшимся ремнем грм не знаю может это у тех кто доводит интервалы я считаю 60 тысяч и нахер всю же эту дичь которую пишут там в сервисных книгах 90 100 200 тысяч это все хер 60 тысяч вот меняйте и вообще проблем не будете знать это я делал и над и он эксии на приори и буду делать здесь ну так же хотя конечно бачок маленький но не могу не отметить что он находится рядом с двигателем у всех аномарок его зачем-то убирают куда-то черт возьми черт знает куда под крыло очень удобно будет греться зимой но опять же минус что очень очень маленький пара слов я хотел бы уделить салону но он как сказать он да он простенький я не буду конечно щупать пластик как это делают многие идиоты автоблогеры потому что как мне кажется это все дичь полная я не еду и не трогаю пластик это же не сиськи моей подруги чтобы все время мацать поэтому какой он там жесткий не жесткий да это абсолютно плевать главное то как он в принципе выглядит и его функциональность а функциональность здесь вполне себе неплохая почему я так говорю да просто потому что я перед покупкой грант и кросс рассматривал еще к покупке рено дастер и соответственно я приехал сел в салон рено дастера это была комплектация которая стоила миллион сто но опять же на тот момент может сейчас немножко подорожала это было где-то полгода назад и вот я сел в салон и начал его рассматривать то есть мне всегда важна эргономика салона и то как он выглядит потому что мне приходится ездить в машине практически каждый день и я не могу терпеть убогость салона или какие-то огрехи и вот посмотрев на салон рено дастера я понял что я его себе никогда не куплю а именно почему вот но взять например магнитолу да то есть как сделано в том же рено вот эта крутилка она почему-то отвечает за настройку волн то есть частот а не звука да звук регулируется кнопками то есть но кто вот это придумывает это вообще просто жесть уму непостижимая потому что но все привыкли что крутилка всегда это звук здесь конечно в гарантии сделано правильно опять же салон в принципе более-менее удобный да то есть вот взять те же допустим кнопки подогрева сидений они с индикаторами вот но это странно я никогда не думал о том что я буду говорить 2019 году о том что в кнопках подогрева нет индикатора но в рено черт возьми их нет это просто жесть то есть кнопки мало того что они спрятаны где-то вот там под сиденье так еще и они без индикатора то есть видимо индикатором должен служить служить подгорающий пердак владельца этого автомобиля ну либо его соседа тоже очень странно здесь вполне себе неплохая приборка отличный бортовой компьютер в реножен за миллион сто вы не получите ничего у нас у вас не будет ни бортового компьютера даже не будет регулируемые паузы с дворников то есть ну вообще какая-то жесть и в общем-то посидев в том же дастере я понял что я никогда его себе не куплю рено просто пробило дно вот хуже салона я честно говоря не видел и сев в гранту кросс ну точнее конечно же я сидел не в гранте кросс когда пришел в салон автоваза а естественно в обычный гранте я понял что салон приятный да он не ловит звезд с неба но тем не менее в нем довольно таки неплохо сидеть кстати кресло здесь с лифтом что тоже очень приятно не могу не отметить вот эту магнитолу включать ее не вижу смысла потому что youtube все равно передаст но поверьте мне звучит она средне она звучит не убога то есть например опять же сравнивая с моей бывшей ладой приорой я ее тоже брал в максималке и там был какой-то уебищный урал и честно говоря когда я включил ту магнитолу в первый раз у меня из ушей потекла кровь она звучала настолько убога что естественно я ее выкинул я менял всю эту бороду поставил 1 диновый хороший алпайн поменял колонки в дверях зашумел и сразу же все стало нормально более-менее играть естественно конечно вот эта магнитола она не покатит для аудиофилов то есть если вы фанат звука если вы прям любите отличный звук то естественно нужно менять ее надо ставить усилки сабик и прочие вещи но это конечно уже другой бюджет ну а так на неискушенный взгляд или слух не знаю как правильно этой магнитолы вполне достаточно здесь есть bluetooth все прекрасно работает в общем-то нормальная такая магнитола опять же плюс автовазу что здесь нет вот этой хрени с тачскрином потому что ну как правило сколько я видел вот этих моделей с тачскрином они все ублюдочные они все тормозят лагают вот лично мне я считаю вот нужно ставить такие магнитолы везде и не париться а для всего остального есть смартфон с яндекс навигатором вот в принципе наверное и все по салону все остальное вы можете увидеть у других блогеров они уже подробно обзирают каждую кнопку каждый нюанс я лишь сделал именно акцент на те вещи которые на мой взгляд сделаны здесь очень хорошо и заслуживают внимание ну а дальше поедем сейчас и я покажу как работает новая коробка mt 2.0 и как вообще она ведет себя в дороге и опять же расскажу про все ее нюансы а нюансы здесь есть и естественно про них блогеры не рассказывают итак поехали ну и рассказ про mt 2.0 я хотел бы начать с ползущего режима собственно сейчас я переключу коробку в автоматический режим ставим режим а сделай пожалуйста акцент на педаль вот сейчас я держу машину тормозом видно да наверное вот видно хорошо педаль сейчас я снимаю ногу с педали и мы начинаем ехать вот я сейчас не подгазовываю мы медленно катимся прекрасный режим для пробок я уже его успел испробовать за те 500 километров что машина прошла но есть одно но про которое естественно никто из обзорщиков не сказал не знаю косяк ли это конкретно моей машины или может быть это проблема того что машина сейчас на обкатке либо может быть нужно нулевом т.о. какую-то адаптацию провести этой коробке но значит ползущий режим работает прекрасно когда у меня не более трех пассажиров в автомобиле соответственно у меня был нюанс с ним когда в городе я посадил троих пассажиров то есть было четыре человека в автомобиле включая меня ну какая-то поклажа была в багажнике и плюс еще под на заднем сидении и с этой нагрузкой машина не могла тронуться в ползущем режиме я проверял это несколько раз то есть что происходило я включал режим а снимал ногу с педали тормоза но машина не ехала чувствовалось что буксует сцепление и чтобы автомобиль поехал нужно было нажать на педаль газа в общем вот такой вот момент не знаю может быть есть владельцы вес кто сейчас смотрит это видео напишите пожалуйста в коментах если у вас amt 2.0 то так ли это у вас тоже либо у вас таких проблем нет вот не знаю вот такой вот косяк вылез посмотрим что будет дальше обязательно пожалуюсь на него дилеру на нулевом тв следующий нюанс amt 2.0 про который я хочу рассказать он связан с переключениями передач и вообще с ездой со стартом с остановки соответственно сейчас мы поедем и я расскажу про свои ощущения про переключение передач во время езды и и Вот сейчас было переключение со второй на третью И я его безусловно почувствовал Вот с третьей на четвертую точно так же Что происходит? Во время переключения машина слегка кивает То есть переключения не такие плавные, как, например, в классическом автомате Гидротрансформатором, когда вы, допустим, чувствуете переключение передач Только лишь по стрелке тахометра То же самое происходит, например, на вариаторе А на МТ-2.0 машина как бы чуть-чуть клюет Но при этом это настолько слабо заметно, что ли Что я это чувствую только лишь сидя за рулем автомобиля Вот когда я, например, сажусь на пассажирское сидение рядом с водителем Я этот нюанс не чувствую Но при этом уже при езде за рулем этого автомобиля Я чувствую, как машина переключает передачу Для тех, кто ездил на классическом автомате или на вариаторе Возможно, это будет существенно Для меня, как человека, катавшегося все время на обычной палке Это фактически малозаметно То есть оно есть Но, тем не менее, АМТ-2.0 настроен так хорошо Что это прям совсем-совсем плавно и сглажено То есть, допустим, когда я давным-давно катался на французском роботе То я, конечно же, эти все вещи чувствовал И даже машина дергалась Также хочу сказать, что сейчас я на машине езжу очень плавно То есть в режиме обкатки И, конечно же, я ее не насилую И как она едет в режиме в педаль-пол Я смогу, наверное, показать позже А пока что, кому интересно, можете перейти на канал Z-Drive Там есть обзоры именно работы АМТ-2.0 в режиме, как бы сказать, на все деньги Тоже довольно неплохо работает Еще один нюанс, который я не могу не упомянуть Это лаг со старта То есть, когда, допустим, вы подъехали куда-то, стоите Держа педаль тормоза Вам нужно ехать, к примеру, на неравнозначном перекрестке Когда вы уступаете потоку автомобиля И вам нужно остановиться и при этом вклиниться в окно, которое появляется У вас есть вот этот лаг То есть, когда вы отпускаете педаль тормоза Проходит где-то полсекунды, пока диски сцепления сводятся И машина начинает ехать Естественно, классический автомат работает по-другому Вы начинаете приотпускать педаль тормоза Колодки еще придерживают диски Но машина уже начинает катиться То в АМТ-2.0 такого нет Естественно, робот очень сильно бережет сцепление И этот момент нужно учитывать Иногда он может быть даже чуть-чуть опасным Но если его учитывать, то проблем как таковых я не вижу Опять же, все очень сглажено, очень мягко и очень хорошо работает Поэтому, прям сказать, что робот плох, я такого не скажу Но вот эти нюансы, их, естественно, нужно иметь в виду Возможно, для кого-то они будут, так сказать, значительны Для меня лично нет Один из плюсов автомобиля, который я хотел бы продемонстрировать вам Это его шикарнейшая подвеска Как я уже сказал в начале видео Вот я нашел грунтовку И сейчас я попробую по ней прохватить Говорить я в это время не буду Потому что, как я уже обнаружил У меня проблема со звуком Что на петличный микрофон, что на камеру К сожалению, во время трясок Звук искажается И мне очень не нравится Поэтому я сейчас поеду замолчу И в конце видео расскажу о своих ощущениях А вы лишь послушайте Как работает подвеска У меня есть немножко поклажет сзади Но, по-моему, она не будет нам мешать Соответственно, я попытаюсь ехать Где-то до 90 км в час Потому что все-таки машина на обкатке Но, тем не менее, будет уже понятно Что Lada Granta Cross позволяет делать на плохих дорогах Итак, поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну что ж, просто идеальный, на мой взгляд, прохват, если можно так сказать То есть ехал я где-то 80-90, никаких пробоев подвески, ничего Да, действительно, звуки есть Но, в целом, салон не гремит Машина позволяет и больше Но я, к сожалению, этого делать сейчас не буду Поскольку обкатка Вот, в общем-то, огромнейший плюс этой машины, что, в общем-то, ты не замечаешь того, что происходит с дорогой То есть даже вот по выбоинам асфальта или по прочим неровностям Просто не нужно притормаживать Едешь и едешь, давишь газ и все шикарно Ну и в заключительной части этого обзора Хотелось бы показать Средний расход топлива За вот этот вот пробег, который вы сейчас видите За 594 километра Я его не сбрасывал с самой покупки автомобиля Это пробег Город плюс трасса На не обкатанном двигателе На роботе То есть, ну, как говорится, здесь без комментариев Каждый делает выводы сам Уверен, что всех смотрящих это видео интересует главный вопрос Приобрел ли бы я еще раз этот автомобиль или нет Да, конечно, приобрел бы Потому что, несмотря на все косяки Как-то хреновая окраска порогов Но с ней, в принципе, можно бороться Как, например, вот эта вот тема с пластиковым обвесом Задние барабаны, которые, я считаю, неприемлемы просто в 2019 году Все равно плюсов здесь больше Именно это шикарнейшая подвеска Которая позволяет вам намного больше, чем могут другие Даже на дорогих кроссоверах Люди обычно берегут подвеску Потому что там все дорого Лада Гранта Кросс же обойдется вам очень дешево при любом ремонте Поскольку здесь ходовая еще со времен ВАЗ-2108 Или четырки То есть все очень дешево, все практично Далее не могу не отметить Хорошо настроенный робот Да, безусловно, есть автоматы классические с гидротрансформатором Которые подарят больше комфорта от езды Которые, может быть, в каких-то нюансах будут лучше работать Конечно же, есть у VAGA DSG Безусловно, она на голову выше и быстрее будет переключаться, чем этот робот Но, тем не менее, при всех его минусах и нюансах Он все равно приятно настроен Он работает хорошо И лично у меня, как у владельца бывших автомобилей всех моих на палке Я уже на палку возвращаться не хочу Меня абсолютно устраивает работа этой трансмиссии Я считаю, она работает здорово И ко всему можно привыкнуть Вот, реально, те замечания, которые я сделал, как по мне, они совсем мелочь Плюс ко всему не могу не отметить хороший двигатель Которого, кстати говоря, в отличие от Веста для Гранты вполне достаточно Если кто посмотрит видеообзор от Z-Drive Который ехал на все деньги на тест-драйвовой тачке Там он уже протестил и сказал, что двигатель тянет машину нормально Безусловно, это связано с его малым весом И его здесь вполне достаточно Ну, конечно же, приятный салон, безусловно Хотя, честно скажу, я считаю, что эта машина своих денег не стоит Как, впрочем, и все автомобили сейчас на российском рынке То есть, любая иномарка, она определенно точно не стоит своих денег К сожалению, доллар у нас растет Все это прекрасно знают Это, безусловно, никакая не убийца иномарок Как говорит один из блогеров Все знают, о ком идет речь Это просто хорошая машина За которую, в принципе, не стыдно нашему автопрому Но, опять же, вот если бы все вот эти нюансы, про которые я сказал Все минусы и все мелочи доделали бы с завода Я считаю, это был бы бестселлер Но, к сожалению, вот почему-то не додали Не додали гранте тех вещей, которые мне очень хотелось бы здесь видеть Ну, а на этом все Кому интересно следить за судьбой этой машины Подписывайтесь на канал Обязательно будет отдельный плейлист по ней Где я буду выкладывать все плюсы, минусы Все нюансы Если что-то сломается, отвалится Как будет работать гарантийный сервис Это я все подробно расскажу и покажу Ну, а на этом все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok